Здравствуйте, уважаемые подписчики, слушатели, зрители и гости аудио-видеоблога на канале, или не на канале, на платформе YouTube врача-психиатра доктора Джорджа Горбатова. К сожалению, я, зачитывая импульсивные типы развития личности, почему-то выпустил маленькую главу под названием «Половые извращения». Вот сейчас я ее хочу, свою эту оплошность, и исправить. Итак, значит, динамика психопатии, дальше импульсивное, патологическое развитие импульсивного типа, и подгруппа – это «Половые извращения». Напечатано в книге «Клиника психопатии, статика, динамика, систематика, Москва, 1933 год». Итак, начинаю чтение. Половые извращения. В широком смысле слова к импульсивным формам патологического развития относятся так называемые половые извращения, так называемая половая психопатия. Этот последний термин, впрочем, должен считаться совершенно неправильным. Мы не можем здесь заниматься описанием и перечислением всех тех форм и ограничимся только установлением некоторых общих принципиальных точек зрения. Прежде всего, нельзя относить в эту группу явлений простого повышения или понижения полового влечения, а также тех случаев мастурбации, которые имеют чисто физиологическое значение, анонизм юношей, заключенных или возникает на почве чрезмерной половой возбудимости у многих неврастейников. Лишь те случаи анонизма, в которых имеется действительно извращенное влечение с направлением его исключительно на себя нарцизм, аутоэротизм и псация, можно считать принадлежащими к интересующей нас здесь области. Целиком к половым извращениям относятся такие формы, как эксбицианизм, садизм, мазохизм, фетишизм, педоизофилия и, наконец, гомосексуализм. В большинстве случаев механизм их возникновения, по-видимому, заключается в закреплении на общей основе недостаточной дифференцированности полового влечения, задержкой с детской стадией развития, психосексуальный инфантилизм, техонормальных форм его удовлетворения, в которой по той или другой случайной причине вылились ранние детские сексуальные переживания данного типа. Эта точка зрения в настоящее время не оспаривается по отношению к большинству форм половой психопатии, но до сих пор является предметом ожесточенной полемики в вопросе о происхождении гомосексуализма. Частое сочетание с аномалиями телосложения, мужские формы и вторичные половые признаки у женщин и, наоборот, заставляет многих думать, что в происхождении данного явления значительную роль играют и прирожденные аномалии внутренней секреции преимущественно со стороны половых желез. Особой популярностью пользуется точка зрения известного немецкого сексолога Гиршфельда, согласно которому между двумя крайними психофизическими формами половой конституции – мужской и женской – имеется ряд форм переходных, в которых действуют взаимно противоположные гормональные влияния, соответственно чему мы имеем и сочетание противоположно развитых комплексов различных как физических, так и психических половых признаков. Благодаря этому в одних случаях мы будем иметь одинаковое влечение к лицам обоего пола, бисексуальность, а в других – лица физически характеризуемыми признаками одного пола, пола в психическом отношении отличаются свойствами другого, то есть испытывает половое влечение не к противоположному, а к своему собственному полу – гомосексуальность. Не отрицая полностью значение моментов, определяющих половую конституцию, мы склонны, однако, считать более правильной точку зрения о нажитом, а не о конституциональном происхождении гомосексуализма. Совершенно несомненно, что, как правило, у большинства людей до наступления половой, полной половой зрелости, половое увлечение отличается большой неустойчивостью, особенно в отношении цели и объекта влечения. Случайные впечатления, соблазны со стороны товарища, наконец, прямое совращение со стороны пожилых гомосексуалистов фиксирует еще не носящего себя в половом отношении неустойчивого психопатического юноши ту форму удовлетворения полового влечения, в которой он испытывает свои наиболее яркие половые переживания. Но вам хочу сказать, это спорное положение, которое высказывает Петр Борисович Ганушкин. Повторение создает привычку, а общение с другими гомосексуалами и сознание осуждения, с которым общество относится к гомосексуалу, приводят к односторонней сектантской установке к лицам другого пола. Параллельно с этим элементы нормального полового чувства постепенно атрофируются и замирают, далеко не всегда, однако полностью. Целый ряд авторов, особенно Вильгельм Штеккель, это ближайший сотрудник Зигмунда Фройда, сообщает о случаях психотерапевтического излечения гомосексуализма. Половые извращения особенно легко возникают у психопатов с более или менее значительными асоциальными и антисоциальными установками, кроме импульсивных, еще у истериков, шизоидов, лгунов и плутов, мошенников, антисоциальных. Но и люди с высоко развитой моралью, взятой в кавычки моралью, с большой совестью, также взятой в кавычки, особенно из числа астеников, именно в этой области нередко отдают богатую дань примитивной животной стороне своей натуры. У субъектов последнего рода, их перверсии, является нередко источником тяжелых и неразрешимых душевных конфликтов. Типы психопатии, как общего укладка психики, в этой форме патологического развития быть может отодвигается на задний план, уступая место отдельным свойствам неполноценной психики и соответствующим внешним впечатлениям. Ну, вот такая маленькая статья, малозначительная. Значит, я могу только сослаться на интересующимся этим вопросом, скажем, половые перверзии или извращения. Все-таки заслушать плейлист, посвященный полностью капитальному труду венского профессора, психиатра Рихарда фон Крафтеббинга под названием «Половая психопатия». Прослушайте. Ну, а это будет как дополнение. Ну, вот. На этом я доктор Джордж Горбатов с чувством выполненного, исполненного долга. Вот. Как я ее пропустил, не знаю. Сразу же перешел на наркомании. Вот. Значит, исправил свое упущение. И теперь со спокойной совестью вот я продолжаю чтение дальше. Кстати, в этой книге про Петра Борисовича Ганнушки нам осталось совсем немного. Мне зачитать, а вам прослушать. Ну, значит, одна такая глава, потом выводы, ну, и потом я зачитаю ссылки, которые давались по ходу, скажем так, вот, чтения или написания этой книги, но которые я не зачитывал, поскольку они размещены в конце книги. Вот. Я их зачитаю. Они тоже несут на себе большой, значит, такой удельный вес хорошей, полезной, нужной информации. Итак, я доктор Джордж Горбатов. Благодарю вас за проявленный интерес и прощаюсь с вами. Напоминаю, что сегодня уже 13 июня, июня 2022 года, местное время 15 часов 53 минуты, киевское и московское 16 часов 53 минуты. Итак, спасибо и до свидания.